Всем привет! Мы едем в очередное путешествие в Барселону. Вообще едем по делам, но решили опровать Чар Дель Темпо, воспользоваться этим временем. И так как всё равно уже едешь, тратишься на бензин, то остаться на выходных и погулять там... Я немножко подбита работой, потому что у меня очень много важных договоров, которые я всё равно должна буду делать в гостинице. Но тем не менее я постараюсь хотя бы один день выделить на то, чтобы поездить, погулять и посмотреть хотя бы маленькую часть достопримечательностей этого прекрасного города. Потому что всегда обычно останавливаешься там только с самолёта или едешь туда только по делам. Но никогда не было возможности по времени и финансово, чтобы поехать туда и именно отдохнуть. Просто это не было приоритетным. Вот, так что наконец-то день случился. Покажу в этом влоге, какие местами посещали и сколько они нам обошлись по деньгам, сколько они нам обойдутся. Я уже так прикинула примерно, куда мы пойдём. Осталось только купить билеты. Так, это любимая часть — поесть. На этом, конечно, не так много. Это значит десерт. И здесь хлеб. Ходейшим принесли хлеб с сыром. Даже если завтрак невкусный, женщина приветлива. В общем, я немножко набралась сил. И мы сейчас едем. Куда мы едем? Моя сестра не знает, куда мы едем. Мы едем на канатную дорогу. Это свои страхи разогонять. Вы сейчас видите два перепуганных человека, которые боятся ехать на фолю... Мы едем. Мы едем, но... Ой, как-то его пошло. Мы едем... Субтитры создавал DimaTorzok Добраться в этот замок можно на 150 автобусе, на машине, в уникулёре и, по-моему, тоже пешком можно дойти туда. Виды потрясающие. Вход в сам замок стоит 9 евро. В уникулёр 10 евро стоит поездка вперёд только, и туда и обратно 15 евро с человеком. 15 минут, пока нам делают заказ, разбираюсь, как держать эти палочки. Это жесть, у меня не получается. Сейчас мы будем подниматься на вершину Сограды Фамилия. Ну, из два типа билетов, либо с лифтом, либо без. Конечно же, мы не такие смелые, поэтому мы купили с лифтом. В принципе, для того, чтобы посмотреть этот грамм, вам будет достаточно 20-25 минут. Можно прослушать экспресс-экскурсию в приложении. Можно же взять полный гид за 45 минут, но на самом деле, если вы не любите слушать гиды и не хотите знать историю, то 10 минут будет достаточно. Как всегда, со своих поездок у меня получилось, половина времени занимает шоппинг. Мне очень понравилась вот эта фирма. Я первый раз с ней познакомилась, называется Люху. По-испански это типа люкс, лакшери. Я купила очередные штаны, которые я, скорее всего, не буду носить, потому что ни в ней не будет под штолм. У меня 20 штанов в шкафу и ни одной кофты. Но они были такие классные, что я не могла... Просто не могла отказаться. Эту красотку я давно хотела. Она у меня, кстати, на карте визуализации, на карте желаний. Я уже ее приметила, наверное, полгода где-то назад. Но так как у меня есть айфон и еще одна камера, то как-то возможности купить ее не было у меня, потому что она достаточно недешево стоит, особенно если покупать ее новую. И сегодня совершилось чудо. И я купила ее с рук, но вообще-то новую-новую-новую новюсенькую с вот таким вот широкоугольным объективом. Сейчас я вам ее покажу. Почему я, собственно, захотела ее взять? Потому что в айфоне, когда ты снимаешь сам себя, нет поворотного экрана, а сэлфи камера очень плохая. Поэтому это просто идеальный вариант для машины. И так как данная камера очень-очень маленькая, она даже помещается в карман. Вот она поместилась мне полностью в руку с поворотным экраном. Давайте так. По-моему, ты открываешь его и сразу же выезжает объектив. Я прям суперсчастливая. Эту часть видео я решила уже записать на камеру, для того, чтобы вы сравнили качество картинки и качество звука. Освещение у меня сейчас, правда, не очень. И вместе с камерой шел вот такой вот объектив широкоугольный. Мне очень нравится техника. Я прям обожаю. Вот если кто-то любит сумки дорогие, то мне вообще наплевать на сумки. Я даже не ношу их. Мне очень нравится техника. Аппаратура, фотоаппараты. Технологии, в общем. Пишите в комментариях, как вам качество картинки.